Буквально со дня на день у аграриев начнется горячая пора. Они приступят к уборке урожая. Но перед тем, как ее начать, они традиционно объезжают поля района. Традиционный объезд полей для специалистов сельхозпредприятий – это редкий повод собраться вместе. Увидеть, как обстоят дела у соседей, продемонстрировать свои посевы и не тая рассказать, какие сорта и технологии применяются. И, конечно же, обсудить наболевшие вопросы и проблемы. К примеру, в мае этого года осадка выпала выше двухмесячной нормы. Да и июнь оказался дождливым. С РАПСом в этом году, конечно, проблемы. Пострадал от заморозков. Пострадал от заморозков, причем дважды. Когда разморозился цветонос, туда устремились болезни. И эти болезни его доконали. Он отстал в росте, и его начали накрывать ведущего обильных осадков. Еще одна напасть. Колос на отдельных полях поразил фузариоз. Причина, как поясняет начальник управления сельского хозяйства Александр Яценко, это несоблюдение правил севооборота. Ведь будущий урожай зависит не только от каприза в матушке природы, но и от хозяйского рачительного отношения к земле. И там, где оно есть, урожай озимых ожидается достойный. Ведь большинство белореченских хозяйств работают на новой технике и по современным технологиям. Условия очень тяжелейшие. И тем не менее, я считаю, и в нашем районе, даже в этих тяжелых условиях, многое сделано для того, чтобы все-таки урожай мы получили. Ну, это мы вот видели и на полях. При осмотре полей также оценивались не только урожайность, но и состояние полевых станов и соблюдение техники пожарной безопасности и охраны труда. Как отрицательный пример, участникам объезда были показаны поля так называемых неэффективных собственников, где вместо пшеницы колосится бурьян-трава. Соответственно, к таким горе-хозяевам будут применяться административные меры воздействия, а земли изыматься. Традиционный объезд полей района, по мнению организаторов, полезен. Это не экскурсионная поездка и не инспекторская проверка. Он дает возможность отметить достижения лучших и увидеть недочеты, чтобы принять меры для их устранения. Наша задача и управление сельского хозяйства, и руководители специалистов сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств в том, чтобы четче выполнять все рекомендации ученых, практиков передовых по соблюдению технологии, ну и, конечно же, получению высоких порожаев. После вот этого осмотра мы проведем предуборочное совещание. Еще раз обратим внимание руководителей специалистов хозяйств на соблюдение технологий во время уборки, соблюдение пожарной безопасности, охраны труда, сохранности зерна. Ну и, конечно, по работе с полями, которые заражены сегодня позор и не забыли. Наталья Колесникова, Станислав Васильев. События и люди.